Искусствоведы считают, что авторская манера Петра Дика сформировалась под влиянием красоты алтайской природы, где по личным воспоминаниям художника вокруг были безбрежное море ковыля и огромное небо. В переплетении с трагическими переживаниями войны, выпавшей на детские годы мастера. Небольшие по размеру его работы с первого взгляда зачаровывают незримой эмоциональной силой и внутренней значительностью, что привлекает внимание не только ценителей искусства. В его искусстве действительно сложился вот такой достаточно интересный, уникальный, очень хорошо узнаваемый мир, который, пожалуй, можно соотнести все-таки с некоторой какой-то долей условности, можно соотнести с линией метафизического искусства, которое, кстати, прослеживается и в западноевропейской практике. Диалог с миром художник ведет при помощи любимого материала – сухой пастели, наносимой на наждачную или велюровую бумагу, без использования фиксативов, чтобы не менять фактуры и цветовой гаммы пастели. Пастельный штрих в руках Петра Дика испытал настоящее преображение. Используя технический прием работы с материалами и фактурами, Дик создал работы, которым присуща молчаливая тайна драматизм и философское звучание. Образы его работ отличаются такой особой сосредоточенностью, какой-то философской, таким раздумьем философским, какой-то углубленной тишиной, каким-то молчанием, каким-то эллигическим, порой даже несколько драматичным свойством. Лаконичность, даже некая элементарность, на первый взгляд, работ скрывает глубину и четкую выверенность композиции линий художественных решений. Монохромные работы и картины в темной цветовой гамме, между тем, наполнены и вовлекают в целые истории. На выставке порядка 40 полотен, созданных в последние пять лет жизни художника, когда он проживал во Владимире Суздале. В них отразились наблюдения за пейзажами и людьми повседневной жизни. Выставка организована совместно с Московской галереей Гросс-Арт. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».